Пол гектара земли в глубине парка Миндовского. Эту территорию совсем скоро на вполне законных основаниях займут четвероногие друзья человека. Здесь появится первая в Перми специализированная площадка для выгула домашних питомцев. Почему это место? Это место максимально удалено, если взять в парке, максимально удалено от детских площадок, от зоны отдыха, от баскетбольной площадки, от другой детской площадки. Соответственно, мы здесь никогда никому не мешали. Собак здесь выгуливали всегда, говорит Павел Мальцев. Удобное расположение парка и большие площади под залог популярности этой территории у владельцев животных. Поэтому, когда в начале августа на заборе и воротах сквера появились таблички о запрете прогулок с четвероногими друзьями, граждане возмутились. С просьбой решить вопрос цивилизованно, инициативная группа обратилась в администрацию Перми. Да, мы понимаем, что наши собаки могут, скажем, являться некоторым источником, дискомфортом для других. Поэтому мы хотим максимально огородить других граждан от общения с собаками. Не все любят собак, более того, некоторые их боятся. Это надо понимать. Собаки и их владельцы не будут никому досаждать, если грамотно разделить зоны пребывания людей в парке, уверены авторы проекта. Согласно ему, здесь должны появиться ограждения, урны, отдельный вход и минимальный набор оборудования для дрессировки. Часть ответственности по содержанию и обслуживанию собачьей площадки готовы взять на себя районные власти, а часть – сами собаководы. По временному варианту она появится в ближайшее время. И мы договорились с коллегами, что здесь появятся ограждения временные. Раз и две вывески. Первая вывеска – это будет временная площадка для выголов домашних животных. И вторая вывеска, что очень мне понравилось, это кодекс, который приняла эта общественная организация, инициативная группа. Это кодекс, наверное, ответственности человека, у которого есть домашние животные. Площадка для выгула в парке Миндовского экспериментальная. На ней будут отрабатываться все плюсы и минусы подобных территорий. Затем планируется создать аналогичные площадки для прогулок с животными во всех парках и скверах города. Екатерина Полевщикова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.